Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Будет специальная программа, специальные гости у нас. Прежде чем я предоставлю благословенного служителя, прямо из престольного града Сакрамента, я объясню, так сказать, в нескольких словах, к чему приурочена сегодня специальная программа. Приурочена к тому, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Конкретно Израиль, Иерусалим. Об этом мы будем говорить, вращаться вокруг этой темы. Почему юбилейный, специальный год и много событий разворачиваются в этот момент, даже в данный момент, когда мы говорим и имеем с вами в эфир, потрясающее событие происходит на Ближнем Востоке. Поэтому я предоставляю Бугрюева Николая Алексеевича, старший пастор церкви. Рокфон Баб Тисчерч. Да, спасибо большое. И я очень рад, что в это самое время, когда происходят там совершенно необычайные события в Израиле, в Иерусалиме, и в это самое время мы можем участвовать в этой передаче. Я вам скажу, что это знаменательно. Это большое благословение для студии, для вас, для нас, для всех и для множества зрителей, потому что это огромнейшее благословение, то, что мы можем... Через спутники. Через спутники. Одновременно мы входим сейчас... Мы как бы присутствуем там, да, и мы можем высказать свою точку зрения, мы можем сказать, мы можем поразмышлять об этом, помолиться об этом. И у нас в городе прошлое воскресенье прошло событие, которое было молитва за Израиль. Это у нас проходит периодически, мы встречаемся для того, чтобы помолиться нам за Израиль. В общем-то, Писание говорит, молитесь за Иерусалим, молитесь за Израиль, молитесь за эту землю обитованную. Это очень важно, и для нас это знаменательно, и для нас это приятно, потому что это то место, которое Господь избрал. И плюс Писание говорит, просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие чертовы твои. Абсолютно точно, абсолютно точно. Поэтому действительно это потрясающе, и мы будем говорить об этом. Николай Алексеевич, во-первых, Бог очень любит юбилей. Господь любит юбилеи. Господь любит знаковые, он сам знаки эти расставлял, он любит расставлять знаки. И вот такими знаками, которыми мы пользуемся, пользуемся, глядя на жизнь и церкви, и жизнь Израиля, Иерусалима в частности, немного экскурса. В 1917 году, по согласованию... Сто лет назад. Да, сто лет назад. В 1917 году по согласованию, там была Англия задействована, потом была задействована Франция задействована, некоторые на то время еще неевропейские страны, неевропейского союза. И они разрешили в 1917 году, тогда, когда произошла революция в России, разрешили для переселения из 60 стран, 60 стран со всего мира, разрешили евреям, это сразу после Первой мировой войны, евреям возвратиться в обитованную землю, на Ближний Босток. То есть, другими словами, закончилось главенство Османской империи? Османской империи, совершенно верно. Она теоретически там была, потому что правительство было в Турции, а правление было над Израилем. И оно прекратилось в 1917 году, Османская империя потеряла свое влияние. По большому счету, даже в 1914 прекратилась. Ну, точнее, да. А в 1917 это ознаменовалось уже, так обозначилось. И 50 лет, что интересно, прошло ровно 50 лет с тех пор, тогда, когда произошла 6-дневная знаменитая война, и евреи, они отвоевали Иерусалим. То есть, 50 лет, это был юбилей. Возвращая к 1948 году, тогда, когда Объединенные нации, то есть, Союз Объединенных наций или ООН, организация, они разрешили с позволения, даже говорят историки Сталина, основать отдельную независимую страну, государство Иерусалим. Ну, я больше себе позволю сказать, если вы разрешите мне, у меня есть такая мысль, очень она такая, ну, может быть, она спорная, но я все-таки ее выскажу. В общем-то, как я понимаю, с моей точки зрения, если бы, когда вот образовалось, ну, как разрешили евреям возвращаться, это же не просто было разрешение евреям вернуться. И евреи жили, прекрасно жили во всех странах, и особенно в Германии жили великолепно. Перед войной. Перед войной. В Польше жили прекрасно, и по всем этим странам. Я разговаривал с одним орцидоксальным евреем, он говорит, мы жили там великолепно до войны, до Второй мировой войны, просто великолепно. Но приходили пророки, раввины, приходили раввины и говорили, слушайте, пророчество, выходите отсюда, вы должны ехать в Израиль. Вам нужно ехать в Израиль. Вам необходимо, нам всем нужно ехать в Израиль. Мы должны ехать, это было в 30-х годах, когда в 17-м году все это произошло, конец уже 20-х годов, 30-е годы, постоянно ходили и говорили, что нужно ехать в Израиль. И те евреи, которые уехали, те израильтяне, которые уехали в Израиль, сохранили жизнь. Ну, естественно, ты же понимаешь, это же все просто. И я, по большему счету, как я говорю, что у меня есть такая мысль, такая опасная такая, что если бы они все уехали, вообще и Второй мировой войны бы не было. Понимаешь? Потому что Бог делает все это вокруг своего израильского народа, вокруг своей обетованной земли. Как я разговаривал с одной израильтянкой, она живет в Израиле, сюда приезжает, она говорит, я не могу понять, почему нас Бог избрал, что мы такого сделали. Потому что вся мировая история, она кружится вокруг Израиля. И как я уже говорил в воскресенье, любые события, которые могут происходить или в Сакраменте, или в Нью-Йорке, или в Сиатле, в любой точке мира, любые события, они не влияют на мировую историю никак. Но события, которые происходят в Иерусалиме, они влияют на весь мир. Это вообще, это столица, это вечная столица. Это столица израильского государства, это столица всей земли. И я абсолютно согласен, что там есть такое место, которое называется пуп земли. Я думаю, что вы там были тоже. И это не то, что там шутка какая-то, абсолютно серьезно. И поэтому мы молимся за Израиль, поэтому мы говорим за Израиль, поэтому мы рассуждаем, и не всегда мы правильно говорим. Я еще раз говорю, может быть, я не прав. Я не утверждаю, что я на 100% прав. Но я думаю, что если бы все евреи до Великой Отечественной войны уехали, и не было бы и войны, не было смысла их всех гнать тогда, понимаете? Но Бог требует от евреев, как сегодня от церкви, требует послушания. Раз Он избрал евреев, раз Он избрал церковь, мы как церковь, допустим, мы с тобой не евреи, я не знаю, как ты, но мы сегодня как церковь, мы понимаем, что если я не послушался Бога, то я за это получу. Не-не, я в ад не пойду. Не-не, я не пойду в ад, там, в преисподнюю. Но Он меня будет воспитывать и наказывать, и говорит, раз ты мой сын, раз ты мой избранный человек, ты должен делать то, что я тебе говорю. Вы понимаете, в чем смысл? Совершенно верно, потому что даже когда Бог избирал первого еврея, еврея, то есть Авраама, который был переименован в еврея, это первый еврей. Первый еврей. Ярко выраженный. Он сказал, иди. Ярко выраженный. И единственное условие, которое было затем, это условие Богом поставлено, Бог обусловил для Авраама, а затем в его лице всем остальным, я Бог Авраама, ходи предо мной и будь непорочен. И вот это вот условие, оно было перенесенено через тысячелетия. Аминь. И не изменил Бог по отношению, как вы говорите, к нам. Не изменил ничего, но. Ходи предо мною и будь непорочен. Мы можем интерпретировать, что такое ходи предо мной. Мы можем интерпретировать, что такое будь непорочен. Потому что, к сожалению, в этой стране, где мы живем, слово непорочность, оно трактуется, во-первых, лукаво, двояко, разнояко, трактуется. Непорочен. Мы понимаем, что такое непорочен. У нас другая, у нас с вами, Николай Алексеевич, другая школа. Да. У нас закалка другая. Мне неоднократно приходится говорить с американцами. Раньше много общался, ежедневно и по много раз. И мне приходилось выделять вот такие важные вехи из нашей христианской жизни, которые для нас являются незыбленными. Незыбленными, это доктринально, это догматически, это отношение, то есть наши отношения по отношению ко греху. То есть вот что такое, будь непорочен, будь непорочен. Поэтому здесь эти берега размыты, к сожалению. Мы это видим, но тем не менее... Ну, не то, что размыты, размываются. Размываются, да. Размываются, вот. Но вы верно подметили, Бог не поменял своего мнения, которые он, которые он, и тех условий, которые он поставил для первого еврея. В его лица через все поколения. Не поменял и подметил. Еще не поменял. Даже к нам не поменял. И он ему сказал, иди, и он должен был идти. И он пошел. Он сказал, иди вот в эту обетованную землю, я ее тебе отдам. Он пошел в Египет, он говорит, я тебя в Египет не посылал. Не наказал его за это, но оттуда вывел, сказал, иди назад. Иди назад. Ты должен быть здесь. Бог сегодня заботится о нас, и Он заботится об этой обетованной земле, об этом Израиле. Он заботится. И очень интересно, что весь мир восстает против этого. Все мировые страны, которые мы видим, мы знаем, они все возмущаются, и мало кто поддерживает. Но я очень благодарен Господу, что Бог избрал Трампа. Бог избрал Трампа. Вы прекрасно понимаете, что он чудом вообще стал президентом. Вот. Он избрал Трампа, и Трамп сегодня делает вот эти невероятные вещи. Просто невероятные вещи. Первое, что он сделал, признал Иерусалим столицей израильского государства. Ну да, некоторые говорят, а какое это имеет значение? Имеет значение большое. И сейчас будет открытие посольства. Это очень много. Ведь никто не рисковал. Это с 60-х годов длилось все это. Каждые полгода они откладывали, откладывали, решение было давно. Но, тем не менее, никто не решался делать это. А уже вот в бытность Трампа, и в нашу бытность, в наше время вот это произошло. Происходит. И что интересно, что практически каждая страна, а Америка, выделяемая из этого числа, в каждой стране американское правительство, оно имеет свое посольство. Америка имеет в каждой столице, я хотел сказать. Не в каждой стране, в каждой столице, без исключения. И вот Иерусалим оставался на этой карте Земли по самое последнее, самое последнее. Я это не знал, скажу честно. Да, конечно. Я не знал. И все думали, мы же понимали, что столица будет Иерусалим. Это же в Писании. Мы же христиане, мы же понимали. И только вот думали, ну как же это будет? По Писанию. Конечно. По Писанию, по Библии. И, как вы говорите, внимание всего мирового сообщества, цивилизованного человека, оно приковано. Хотят они этого или не хотят. Смотрите, по Украине чуть-чуть поговорили пару лет. Все. Ну и что дальше говорить? За Молдавию. К сожалению, за Молдавию вообще не говорят. Ну да. За Казахстан, если раз в году мелькают где-то, ежедневно, 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 без исключения, на всех мировых полосах передних газет и телевидения, и радио, интернет, везде Израиль. Часы. 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 Индикатор. Как бы ни... Смоковница. Почки там, почки набухают, цветы появляются, и мы смотрим туда. Мы все зависим от Израиля, все зависим от этой вот столицы израильского государства, от этой страны, от этого места. Мы все зависим, потому что мы понимаем, что все события, которые там происходят, они влияют на весь мир. Они отголосками идут по всему миру, потому что это тот центр, который Бог, центр, который Бог, Бог заботится о том, чтобы там происходили события. И как вы начали говорить за эти цифры, 3, там, 7, 40, или 70, это божественные цифры, цифры, это очень важное. 12 в том числе. 12, 12 обязательно, да, я пропустил, 12. Все эти цифры имеют у Бога, они определенное значение имеют. И вот люди, которые наблюдают за этими цифрами, наблюдают 70 лет. Что должно произойти? Произошло что? Вот с того года, как Заня. Вот все-таки он, все-таки объявили столицей израильского государства. Хотели, не хотели, голосовали против, или за, вообще не важно. Оно так случается, оно так есть. И второе, очень знаменательное событие, которое вчера произошло, это Трамп вышел из сделки с Ираном. Он вышел из этой сделки. Вчера он объявил, что Соединенные Штаты Америки выходят из этой сделки по ядерному разоружению, выходят из этой сделки, и теперь все будет опять по-другому. И опять весь мир стал грозить, и все стали говорить, что мы, 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 ну, что мы? Сколько раз хотели мы уничтожить израильское государство, люди? Сколько раз на его нападали? Ведь, если говорить, что в 49-м году, когда напали все арабские страны, с Египта, со всех стран, напали на Израиль, чтобы его уничтожить, когда он объявил о независимости, и когда они хотели уничтожить его, Сталин помог. Поразительно. Сталин дал самолеты и дал вооружение. Америка тогда не поддерживала. Сталин помог. Удивительно. Вот Бог использует разных людей. Господь даже осла использует. Да кого хочешь. Почему он не может использовать такого осла, как Сталин? Ну, я не сказал, что он осел, но зрители подумали. Зрители подумали. В 51-м или 52-м году Бен-Гурион, в то время он был там премьер-министром, он приехал в Америку, и еще тогда он был молодой, он приехал в Америку, и встретился с президентом здесь, и с министром иностранных дел, встретился и попросил денег. Говорит, у нас образовалось израильское государство. Не дали. Вот интересный разговор был. И вот он говорит, помогите нам, пожалуйста, дайте нам денег. Нам нужно, чтобы вы нас поддержали, потому что Сталин поддержал, а Америку еще не поддерживали. Были против. И тот министр иностранных дел, который был, я сейчас его фамилию не помню, у меня есть выписка с интернета, вот, он говорит, а кто это такие? Откуда вы собрались там? С Польши, с Африки, или с Германии? Откуда вы там собрались все? Кто вы вообще такие? Кто про вас что знает? Вообще, откуда вы взялись? Вообще, кто вы такие? Мы про вас ничего не знаем. И он к нему поворачивается и говорит, уважаемый пресс-секретарь, я хотел бы вам задать вопрос. Вот, если вы сегодня спросите каждого мальчика, десятилетнего мальчика, который учится в школе, на каком корабле сюда, в Америку плыли? Америке всего 300 лет. Вот, на каком корабле сюда плыли люди? Или Зимы первые, да? Да, может скажут, там, Мэйфлауру, кто был капитаном корабля? Сколько человек было на корабле? Сколько человек выплыли и сколько доплыли? Что они кушали? Чем они питались? И какие события на корабле происходили? Можете рассказать? Ну, я не думаю, что это очень важно. Ну да, а я вам могу сказать совсем другое. Если вы любого еврейского мальчика спросите по всему миру, в любой точке земного шара, 3000 лет назад, когда народ израильский выходил из Египта, и кто у них был лидер? Потрясающе. Все знают. И что они ели? Сколько человек вышло и сколько человек пришло? И какие события у них происходили? Сколько лет они шли? И что у них происходило? Это, говорит, все знают. Вот это мы те, которые собрались там. То есть это не просто, вот сегодня говорят, а кто такой Израиль? Я позавчера случайно YouTube включил, и там один на русском языке, 70 лет, и израильского государства не будет. Сейчас вот разрушится израильское государство. Я рассмеялся и подумал, безумец, о чем ты вообще говоришь? Да. О чем ты вообще говоришь? Ты говоришь о том вечном государстве, которое 3000 лет назад, когда они вышли и пришли туда из Египта, это уже до этого еще было, от Авраама, как вы сказали, Юрий Михайлович, от Авраама, еще раньше это было предназначено, это место. То есть Бог это место избрал, Давид это очистил, приготовил, поставил храм, все. То есть это не просто место, но-но, это не просто. Христос придет на гору Елеонскую, Писание говорит, Христос придет на гору Елеонскую, правда или нет? Конечно. Это же будет так. То есть это не то, что там закроется где-то, это не то, что где-то изменится. Величайшие события, которые происходили там, происходят и будут происходить. Мы молимся о том, чтобы в прямом эфире мы могли, друзья, на импакте показывать прямо из Иерусалима. Мы это несколько раз делали. Вот что будет как раз в те моменты происходить. Знали ли вы или нет, что за последние 7 лет, последние буквально 6-7 лет, за тем, чтобы быть аккредитованными, аккредитованными в Иерусалиме, практически вся Европа, все европейские страны, все страны Ближнего Востока, все страны Северной Америки, включая Америку и североамериканского континента, они добиваются и добились аккредитации, чтобы быть аккредитованными. Но аккредитация – это то, что требует вам для работы в медиапространстве. Для того, чтобы быть в Иерусалиме. Вот это я, когда прочитал и узнал эту статистику, и последние 7 лет это очень быстро начало разворачиваться. Очень быстро. Добиваются аккредитации в Иерусалиме. Все без исключения мировые. То есть престижно это считается. Необходимо, важно. Важно. Все мировые без исключения. Как только чуть-чуть поднимается над уровнем ниже, то есть выше среднего, сразу они добиваются аккредитации быть в Израиле. Это потрясающе. О чем это говорит? О том, что все-таки те события, которые уже происходят и будут происходить, они будут разворачиваться на глазах миллиардов телезрителей практически через спутниковые всякие интернет-телевидения. То есть это говорит о том... И, кстати, в конце прошлого года мы стояли как раз... Вы тоже, наверное, там были... как раз там у Армагеддонской равнины, там наверху, там где монастырь или что там они построили. И до Сирии, до Дамаска, до Дамаска практически, там 70 километров. Рядом. Совсем. Рядом. Как говорил один еврей, который с нами стоял, говорит, для броска танковой дивизии, танковых дивизий оттуда. Это буквально, ну, 70... Что такое 70 километров? Это несколько часов. Несколько часов. И мы не будем углубляться, так сказать, от того, что происходит в Сирии, дабы не навредить и лишнего не навредить. Ну да, нам это не надо. Но тем не менее, то, что происходит сегодня в Сирии, где также армада собирается, царя Гога и Магога, собирается эта боевая военная мощь. Это не просто так. Это не просто так. Не все мы можем интерпретировать, дабы, как я говорил, не навредить для себя и для всех остальных. Но тем не менее, тем не менее, это не просто так. Это и здравые умы, и здравые рассудки, они сегодня прекрасно понимают, что то, что делает Россия, то, что делает Америка, защищая, и в лице, как вы говорили, Трампа, стоя горой, горой стоя. Первое, кстати, Натаняху, он еще несколько лет назад говорил на то время предыдущему президенту Америки, не заключай сделки, не отдавай 150 миллиардов, Обама отдал 150 миллиардов долларов замороженных. Потому что те деньги, они будут использовать для Хазбулы, они будут использовать для разжигания. Они же нагнали сегодня в Сирию, иранцы нагнали в Сирию сегодня боевиков. Они начали делать базы прямо на границе с Израилем. И из-за этого израильтяне, ежедневно мы читаем в новостях, что они начали стрелять по Сирии. Ну да. Потому что, ну, сирияне они всегда, вы же знаете по описанию, сирияне постоянно они воевали, они притесняли, гоняли, они уничтожали, в плен брали израильский народ. И поэтому то, на сегодняшний момент, что, то, что происходит, то, что собирается сегодня на Ближнем Востоке, только ленивый, только ленивый, об этом сегодня не говорит, и не думает об этом. И люди недалекого ума, как вы говорите, а кто такой? Ну, видно, видно, юноша какой-то, юноша или отрок какой-то, он где-то возомнил о себе, что он, видите, или видеоблогер уже крупный, и он на интернете там заявил, вот, исчезнет Израиль. Да ну оно вообще. Да кто это такой? Безобразие. Да, да, безобразие. Да. И поэтому, когда мы говорим о том, что действительно, я, кстати, знаете что, я беру на себя смелость, можете приложить толкование к моей мысли, как вы считаете, я склонен чуть-чуть варьировать, ну, годами, годами, год туда, год сюда, год, потому что... А мы не знаем календарь, как точно. Совершенно верно. Некоторые настолько привязаны, что можно зациклиться на 18-м годе, и вот то, что некоторые позволяют себе проповедники. И вот они доказывают, что увидите за ноябрь, 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 а я вот известного проповедника слушал как-то, американского, думаю, слушай, этих ноябрей, мы уже вот сколько наслушались. Очень неточный сегодня у нас календарь. Поэтому вы склонны мыслить, что надо аккуратно подходить к этим, к утверждающим. Примерно. В среднем оно все совпадает. Не точно. Да. Оно примерно совпадает. Николай Алексеевич Бугурьем, старший пастор Рокланд Чорч из престольного города Сакрамента из прекрасной Калифорнии. Мы сегодня в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, Николай Алексеевич, что мы видим раввины? Вот как раввины, что нам известно относительно, как раввины себя ведут? Как они интерпретируют вот эти вот все вещи? Потому что мы в основном общаемся, и я по своей линии много общаюсь с пастырями, которые там, и вы общаетесь, и они здесь бывают, гости туда-сюда, но по линии нашего протестантского движения. Что иудейские раввины говорят об этом? Они разделяются. Они немножко разделяются, потому что нет у них единого мнения. Единое мнение, которое они могут сказать, что это Бог ведет. Но одни считают, что должно быть все свободно и открыто, никто не должен нападать, и везде должен быть зеленый свет. Другие считают, что гонение, которое проходит сегодня израильское государство, оно должно это проходить. Я, в принципе, более склонен поддерживать эту точку зрения вторую, потому что через гонение тогда точка зрения укрепляется. Мне понравилась речь на Тиньягу в прошлом году, еще это было в прошлом году, на Организации Объединенных Наций. Он вышел, и там он 40 минут говорил, я всю речь пару раз прослушал. Он говорит, вы поймите одно, что каждый из вас, который держит в руках телефон, вы помните, что его сделали евреи. Каждый из вас, который дома садится за компьютер или на работе, вы должны знать, что его сделали евреи. Каждый из вас, который видит, что если есть технология какая-то, которую вы пользуете, пользуетесь или там машина, техника, усовершенство, электроника или что-то там, это все делали они. Поэтому вы будете осторожны в отношении к евреям. 80% лауреатов, в Нобелевской премии, это евреи. Но это же Божье благословение. И ни одного мексиканца нету там, кстати. Это же Божье благословение. Это же Божье благословение. Бог дал Авраму благословение. Это благословение идет. И мы признаем, что у них есть благословение. Мы молимся, чтобы они были благословены. Мы молимся, чтобы у них был мир. И чтобы они Христа приняли. И они примут Христа. Придет время, откроются у них глаза, и они увидят, которого распяли. Мы должны молиться об этом. Почему так мало покаяния сегодня? Потому что пелена лежит, да? Пелена лежит. В Израиле. Время не пришло. Но это не значит, что мы не должны проповедовать. И это не значит, что мы должны враждовать против них. Я категорически против всяких отрицательных отношений к ним. Я считаю, мы должны за них молиться и благословлять. Это наша первостепенная задача. Некоторую информацию я дам сегодня о том, что огромная ветвь протестантского движения в Америке, и не только в Америке, и в Европе, это епископальное движение, методистское движение, англиканское движение. Вот все, буквально 100%, без исключения, мной переименованные выше деноминацией, они категорически против Израиля. Они яро отстаивают палестинскую точку зрения, называя евреев и Израилем оккупантами. И когда эту статистику, когда я прочитал эти все вещи, и когда я слышу высказывания епископов, и даже, к сожалению... Лютеран вы там поставили, нет? Забыл. Лютеран. Спасибо. Да, да, да. Лютеране тоже, да. Это очень важно. Да, это очень важно. Евангельские, только лишь евангельские христиане, как я называю... Ну, не я называю это, это общепринятый термин, это evangelical Christians. Да, да. Мы evangelical Christians. Мы, да. Я начал говорить об этом, буквально получил вразумление от Господа, наверное, тоже не менее семи лет назад, прямо в эфире, о том, чтобы не именовать себя и не именовать себя христианином, потому что все христиане во всем мире, ну, такие номинальные. Ну, да, разные. Практически те, которые поддерживают, молятся за Израиль, благословляют Израиль. Те, которые, по большому счету, дали свои голоса за Трампа, это евангельские христиане, evangelical Christians. Это те, которые относятся к объединению НАИ, National Association of Evangelical. Потому что есть WWC, это World Church, Совет Церквей, так называемый. В переводе на Всемирный Совет Церквей есть такой. И практически та ветвь, она настолько либеральна, насчитывая под собой около 50 деноминаций. И НАИ насчитывает под собой, это евангельский анлианс, евангельских церквей, насчитывает под собой 45 деноминаций по сегодняшний момент. Так вот, либеральная ветвь, она категорически против Израиля. И я вот думаю, у всех же та же самая Библия. Одна Библия. Почему? По причине какого греха с кафедры, с самуонов епископальных и англиканских, и методистских, и лютеранских. Из чего исходят, что так рьяно идут? Или это по причине того, что не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал превратному уму? Или по каким причинам? Ну, во-первых, закрыто. Во-вторых, всегда есть один человеческий фактор – это зависть. Вот. Я почему упомянул за лютеран? Потому что я читал труды Мартина Лютера. Это просто ужасно. Да, это правда. Мне просто стыдно было. Понимаешь ты? Потому что я просто думаю… Ведь мы понимаем, что Вторая мировая, она была основана на этих трудах. Потому что его слова, которые были против еврея, это просто… Но говорят, что он в конце смерти, он говорил, что он лишку хватил. Ну, это говорить можно. Мы можем наделать беды, а в конце жизни, перед смертью можно что-то втихаря покаяться или попросить прощения. Бог милостивый. Бог, может, и простил, но люди-то… у людей в сознании это осталось. Вот в чем проблема. Я не склонен поддерживать эти точки зрения. Я склонен поддерживать Священное Писание. Все-таки Апологет. Апологет – это Бог Божьего народа. Я считаю, что Слово Божие для нас, вот Слово Божие в Библии, я читаю ее каждое утро вслух. Один час с семи до восьми утра. Каждое утро я читаю вслух Слово Божие. Как-то я зашел в Старбакс утром, вы сидите там с братьями. И мы продолжаем это делать. Мы не перестали. Мы не перестали. Мы продолжаем это делать с 2004 года. Уже 2018 год, с апреля месяца. Вот. Мы продолжаем это делать. Мы за год прочитываем примерно 2-2,5 раза Библию вслух. И вот Библия, она благодаря евреям, израильтянам, она дошла до нас. Если бы не израильский народ, сегодня у нас бы этой книги не было. Поверьте мне. Потому что Бог избрал израильский народ, чтобы они донесли до нас это Слово Божие. Апостол Павел так пишет. Это так Писание говорит. Это истинная правда. Они хранили, их уничтожали за это. Они страдали за это. Их убивали. Они донесли до нас это Слово. Весь Ветхий Завет донесли до нас. И он дошел до нас в том виде, в котором он сегодня есть. От самого Моисея. И все книги пророков. И все псалмы. Благодаря израильскому народу. Это так же? Это же так же? Смотрите. Не благодаря русским или украинцам. Извините. Мало того. Смотрите, если мы так чуть войдем в ракурс истории. Знаменитая. Начну, наверное, с Египетской империи. Египет. Настолько он могущественный был. Под собой он практически древний мир держал. Да. Появился и исчез. Где он? Персия. Персия. Мидо-Персия. Все. Где? А Греция? Вавилон. А Александр Македонский. Знаменитый. Ну и что? Где они? Следов нет. Следов нет. Потом мы говорим. Вы говорили за. Смотрите. Вы говорили за Османскую империю. Да. Столетиями продержалась. Затем знаменитый Советский Союз 70 лет продержался. Господу это не понравилось. Господь сказал, что для вас юбилей 70 лет достаточно. Все. А смотрите, стоит незыблемо, непоколеблемо. Две тысячи лет не было и восстановился. Непоколеблемо. Чудеса. И вы считаете, что все-таки вы, потому что некоторые считают, что мы идем параллельно. Церковь идет параллельно. Вот какая ваша точка зрения? Я этот вопрос не задал вам перед эфиром для размышления. Но вот как вы мыслите? Я бы не взял параллельно. А ну-ка. Я не думаю, что это параллельно идет. Или некоторых говорят. Вот тогда был народ израильский, а теперь церковь. Или вот тогда тот. Каждый все на своем месте. У Бога все на своем месте. И если разрушился храм, если храм был второй разрушен, в 70-м году был разрушен, в 130-м году хотели его восстановить. Сняли камни, но случилось землетрясение. И камней сейчас нет. Все. И нет места. Мы не знаем даже, где место храма. То есть мы читаем в Писании, есть ответ. Сегодня церковь является храм. Мы сегодня, люди, христиане, храм, живущий у вас Святого Духа. Мы сегодня есть Святое Святых. У нас Святое Святых. У нас есть золотой жертвенник. У нас есть жертвенник. У нас есть придвор. У нас есть душа и тело. И храм был сделан именно Святое Святых. Внутренний двор и внешний двор. И точно так же мы с вами. И вот дошло определенный период. Народ израильский остается на своем месте. А не то, что Бог с ними работает, Он все равно с ними работает. Для них откроется. Он их держит и будет их благословлять на своем месте. Он их держит как единицу? Или как организм? Как свой народ. Потому что к нему будет возвращено все. Ну да. Но как мы... Хорошо. Каким образом, в какую вечность нам это судить? Но в какую вечность идут те, которые Христа не приняли из евреев? Я точно не хочу говорить так, как я думаю, допустим. Не думаю, что это принесет какую-то пользу. Потому что я не думаю, что я сто процентов прав. Мы сейчас не будем говорить о вечности. Но церковь есть слава Христа. Это есть слава. Это есть слава Христа. Церковь – это есть тело Христа. Мы соединяемся с Христом. Мы не претендуем на все остальное другое. Бог знает, кого послать в ад, кого послать в рай, какого еврея куда послать. Бог это знает. Бог сам с ними разбирается. Мы не знаем. Мы не знаем, когда умер Самуил, и Саул вызвал его. И он когда спросил, ты будешь там, где я? Куда он пошел в Саул? Он же нарушитель вроде бы. Понимаешь? То есть, вот это сокрыто от нас. Там шел разговор за Шаул. За преисподнюю шел разговор. Я бы не пошел в ту сферу, куда идут евреи. Бог знает, куда они идут. Все евреи идут, куда Бог предназначает. И каждый из них отдельно. Как он верит в Бога. И куда он пойдет. Я не думаю, что они пойдут в ад. Понимаешь? У меня нет такой... А без Христа? Но без Христа мы говорим о церкви. Мы говорим о теле Христа. Мы говорим о разной категории. Существует брачный пир. Есть жених. Есть невеста. Есть у жениха венец. Есть спасенные народы. Есть дружки. Есть люди, которые приглашены. Есть спасенные народы. Спасенные народы-то есть. Это же не то, что там все пойдут туда. Мы сегодня, если мы говорим о церкви, то мы понимаем, что это как... Мы же христиане. Мы же принимаем Христа. Мы же, как ты говоришь, на основании евангелисты, евангельские. Мы принимаем Христа. И мы соединяемся с Христом. Он есть глава наша. Он глава наша. Мы с ним соединяемся в одно единое целое. Церковь – это тело Христа. И когда он тело свое заберет с этой земли, когда церковь будет взята, восстановится третий храм сразу. Сразу восстановится. Все препятствия снимутся сразу. И будет восстановление третьего храма. Кто там будет? Ну, опять израильтяне. Конечно. И будут приносить жертвы. Ну, конечно. И будут поклонения в храме. Ну, так написано. Третий храм. Совершенно верно. Но мы не говорим о церкви. Церкви – это отдельная категория. Сегодня евреи, которые приняли Христа, они попадают в церковь. И хотя мы, вы очень верно подметили, мы настойчиво предлагаем и приглашаем каждого из зрителей, в том числе еврейской национальности. Для них открыта дорога? Да. Для них дорога открыта. Совершенно верно. Открыта? Это очень важный пункт. Очень открыта. Пожалуйста. И ему не надо перестать быть евреем. Он остается евреем. Он остается израильтянином. Он или она остается израильтянином. Принимает Иисуса Христа в свое сердце и все. И он попадает в тело Христа. Признать Христа. Вот в чем единственное. Все остальное остается у них. Я обращусь к некоторым евреям, к вам, друзья. Те, которые проживаете в районе Сан-Франциско. Особенно нас смотрят в кабельных сетях. В районе Сан-Франциско. Знаете, смотрите, как мы много. Особенно на влияние. Особенно на импакт. Если вы смотрите, мы очень много говорим о вас. Очень много говорим о этой национальности. И разумный еврей, он задумается. Я помню, мы отправляли несколько Библий. Не несколько, но тот конкретный случай, я помню, который евреи попросили Библию. Я задал вопрос. Говорю, вы никогда нету нас Тора. Но он меня заинтересовал. Я начну читать. И я взял на себя смелость. Говорю, если не секрет. Прошу прощения, говорю за наглость. В каком вы возрасте? Он говорит, 76 или 78. И меня очень удивило. Меня очень удивило. Пару лет прошло с этого конкретного случая. Меня очень удивило, что 78 лет я то думал своими, знаете, с высоты своего мышления украинца. А что нет такого человека в мире, особенно на постсоветском пространстве. Если сюда приехали, в Сан-Франциско, в Бруклине вы где-то живете, или в Советском Союзе, что вы Библию никогда не видели. Говорю, нет. Правду говорит вам, Юрий Михайлович, я говорю, вообще не держался. Никогда не держался. Никогда не держался. Поэтому, ну и когда мы отправляли эти Библии, я всегда молюсь. Я всегда молился. Господи, пусть Твое слово, пусть оно еврей, украинец, кто бы это, язычник, то есть из язычников, кто бы молдаванин, американец, японец. Я недавно делился, Николай Алексеевич, буквально пару, может, неделю назад в эфире даже, делился, когда американка адаптировала ребенка в Орегоне. Адаптировала. Они адаптировали, американская семья, ребенка из Ярославля. 11 лет мальчику с России. Он вообще не понимал их, а на спутникам телевидения они услышали, она, американка, услышала о том, что это, что я как раз тогда предлагал Библию. Говорю, если нет Библии, вот показал. Она позвонила в офис, она попросила Библию. Ее отправили Библию. Через короткое время, прошло несколько недель, я получаю письмо. Это письмо у меня хранится, если даст Бог жизнь, я его в рамку возьму. Огромными. Аллилуйя. И объяснила, и там большой чек вложила, вот от сердца они это сделали для служения. И целое пространное письмо. Говорит, я попросила у вас Библию. И она писала. Мы взяли этого ребенка, и мы его усыновили из России, из Ярославля там. И говорит, и мы христиане. И не знали язык вообще, говорит, мы на разных полюсах, говорит, как мы с ним там, как его за руки водят к столу, там, кормят его с руки, он ничего не понимает. Ребенок с детского дома взяли. И говорит, трепетно он взял Библию. Это на русском языке, в Орегоне, под Портландом. Где-то там они живут, где-то там, не знаю, где. Через три дня подходит, показывает. Начал читать с Матфея. Я открыла Матфея, я понял, где Матфея. Да-да-да. Начал читать, говорит, три дня я не могла оторвать его. Подошла и говорит, я хочу помолиться Иисусу. И она огромными буквами. Аллилуйя написала. То есть это настолько меня тронуло. Я к чему? Американец ли, молодой ли, в любом возрасте ли, еврей ли, молодой ли, пожилой, 74 или как этому мальчику 11. Всем нужен Иисус. И мы с вами, как евангелисты и проповедники, говорим до тех пор, до каких дыхание бьется в меня и в вашей груди, до тех пор я имею шанс. Вот Бог дал шанс. Бог дал шанс для евреев, для украинцев, для американцев, для китайцев, для корейцев. Если нам времени не хватит, смотрите, что на корейском. На корейском. 70 лет прошло. Смотрите, что происходит на корейском полуострове. Чудеса. Это чудеса. Чудеса. Разве это все не говорит о том, что все в эти пазлы, пазлы в это складывается все. А ну-ка. Это невероятные чудеса. То, что происходит на корейском. На корейском полуострове. Абсолютно. Это целая, огромная тема. Да. Я хотел еще добавить сюда к Слову Божьему, которое вот Слово Божие, то, что благодаря израильтянам, благодаря этим людям, которые вот сохранили для нас Слово Божие, переписывали, несли. Сегодня мы имеем Слово Божие. И второе, то, что мы имеем Иисуса Христа. Мы имеем вот эту благодать. Это спасение. Потому что от них Он, Он еврей, Он из колена Иудина, Он из колена Иудина, Иисус Христос из колена Иудина, и мы Его признаем нашим спасителем. Он полностью совпадает по священному писанию, кто это должен быть, который наш спаситель. и через которого мы принимаем именно Слово Божие, через которого мы принимаем спасение, через которого мы принимаем благодать, это божественное присутствие. Для нас это очень важно. И то, что сегодня происходит, все это на Северной Корее и в Южной Корее, это просто чудеса. Это Бог делает, мы видим, что это Божье вмешательство, потому что я сам и вы сами все нас смотрели, как он, этот северокорейский лидер сказал, мы все будем делать, мы готовы, мы все будем делать. Это просто невероятно. Бог меняет сердца, меняются сердца людей, Он преобразовывает сердца. Так вот, Христос пришел поменять наши сердца, поменять нашу внутренность. И когда мы говорим о Ветхом Завете, о Священном Писании, что в Ветхом Завете, там закон, закон, который помогает нам исполнять правила в жизни, по закону мы исполняем. Закон хорошо, и им будете жить. Почитай отца и мать, и будешь жить, и будете хорошо. И идея христианская. Да, и ты будешь долголетен. Не воруй, не прелюбодействуй, не кради, не убей, не пожелай чужого. Помни день субботний. Ну и все эти 10 заповедей, которые мы знаем, что они помогают нам жить на этой земле. Повторяю, жить на этой земле помогают нам жить хорошо, благословенно, успешно и благополучно. И добавьте, Николай Алексеевич, это касается не только для христиан, для всего мира, даже для арабов, даже для китайцев, для буддистов. Вот это вот, как мы называем, иудеи, христианская, как она? Коммунисты к себе вносили это. Вот, пожалуйста. Это для всех. Это вообще для всех. Это правило, которое Моисей дал. Это не то, что там, это только для евреев. Нет, это для всего мира. Это для всех людей, живущих на этой земле, почтение к родителям, почтение Бога единого, чтобы не было идолопоклонства, чтобы это было почитание единого Бога и не поступать неправильно против другого человека. Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай дома ближнего твоего, не пожелай. То есть нарушается сегодня десятая заповедь, когда люди впадают в наркотики, пьянство, в воровство. Это наша жизнь вся нарушается. А Христос дал нам новое, новое сердце. Он сказал, я умер за вас и даю вам новое сердце. То есть, когда мы уверуем в Иисуса Христа, признаем Его нашим спасителем, Дух Святой наполняет наше сердце. И меняется наша сущность, внутренняя наша сущность меняется. Меняется наше внутреннее естество. Если по закону кружку я не могу взять, потому что нельзя ты мне накажешь и скажешь, вот он у меня взял кружку, ты должен мне заплатить за нее. И я хочу ее взять, ну допустим, чисто по-человечески. То здесь уже по Новому Завету, во Христе, вот говорят, вот Христос там плохо или там что там, вот по-другому. Я просто сейчас рисую элементарную картину. Я не хочу ее взять. То есть, у меня нет желания взять там спиртное, сигареты, чужое. У меня желания нет. То есть, когда в Едемском саду Адам и Ева согрешили, и Бог их изгнал из раи и поставил ангела и меч, и потом дал закон. И люди исполняли и исполняют, и продолжают. И мне нужен сегодня закон. Но я не могу исполнить закон, потому что я пытаюсь исполнить. А внутреннее желание проявляется. Проявляется желание сказать что-то обидное, что-то взять чужое. Желание проявляется, обидное слово сказать. Вот наши эмоции. То есть, Христос, Он преобразовывает наши сердца. Нашу внутренность, Он преобразовывает нашу душу. Наша душа распинается со Христом, и Он дает нам новое сердце из тканей живых. Бог милосердный во мне сотворил. Вот я хочу, чтобы люди поняли, что ничего мы против Израиля и евреев не имеем. Мы за них, мы их поддерживаем. И христианство, ну, как вы сказали, евангелисты, точнее, не будем всех обобщать. Они истинные поклонники Иисуса Христа, которые истинные. Они понимают, что сердце меняется. Любить мы должны. Кого? Израильтян. Кого? Евреев. Любить всех. Весь мир любить надо. Мы не можем не любить. И Христос сказал, любите врагов ваших. Да они же не наши враги, они вообще наши. Мы им должны. Мы должники им. То есть, они нам дали Писание. Они нам дали Иисуса Христа. Знаете, как мне один еврей в Иерусалиме, как-то я в Израиле, мы были, он говорит, интересный такой, где-то мы там сидели, общались, дружелюбная атмосфера. Он говорит, ну, так дружелюбно, говорит, что вы к нам прицепились? Мы говорили о том, что он, они начали понимать очень многое. И этот тренд я заметил в последние тоже года, что только евангельские христиане стоят горой за Израилем. Это они все видят. А так есть. И они видят, что evangelical Christian, около 30 миллионов таких в Америке. И он говорит, улыбнулся, говорит, что вы к нам прицепились? Говорит, ну, что вы к нам прицепились? А я говорю, что... Чего вы нас любите? Да, я говорил, что я евангельский христианин, что мы чуть отличаемся. Я говорю, знаешь, что, по большому счету, говорю, это не от тебя. Это от него, говорю. Это от него. Это, говорю, от его слова. И он так улыбался, потом вижу, улыбка сошла. Ну, да. Говорю, вы, по большому счету, отношения к этому не имеете. По-другому я не могу. Это от него. Нельзя. От него пришло. Грех по-другому. Это от него пришло. Говорю, если ты приписываешь себе заслугу, вот что-то такое, да, что вы, а, видите, знаете, гордость, нос на ветру. Говорю, слушай, ты здесь, по большому счету, и роли-то не играешь. Это от него пришло. Конечно. Конечно, точно так, как вот эта мысль интересная у вас была. Я на эту тему говорил вчера с одним человеком, сидел долго, мы говорили, почему я не употребляю спиртное. И пиво не пью, там, все, да. И говорю, потому что у меня потребности нет в организме. Ты не хочешь. Да. У тебя нету желания. Говорю, если у тебя вот стоит, вот. Ну, да. Он говорит, ну, смотри, есть наполеоновские из подвалов наполеонок с 1800-х годов. Это уже сколько лет прошло. Они стоят бутылкой 50 тысяч. Ну, президенты позволяют себе. 250 лет, там, сколько этому вину. Я говорю, да я не посмотрю даже в эту сторону. А зачем она делает? У него глаза такие. Она бесплатно тянет. Так она мне бесплатно. Мне, я говорю, потребности нету. Даже не из-за того, что я боюсь, что Бог меня по голове даст за бутылку вина за 50 тысяч долларов. Но у меня потребности нет. То есть, и это очень правильно. Мы свободны от того, чтобы не делать того, чего мы не хотим. Это вот то, что принес нам Христос. Во! Это вот то, что Христос нам принес. Совершенно верно. Это вот то, что Он нам дал. То, что мы получили. И это не то, что там за евреев или против евреев. Это другие вещи. Это то, что я лично получил. Уже каждого интересует свое отношение. Свое отношение с Богом. То есть, очень важно то, что мы получили. И мы получаем освобождение от влияния греховной плоти. И это чудо, которое произошло. Мы можем спорить, кто Он там, Христос, с израильтянами, с евреями. Можем спорить. Они могут говорить одно, то, то, то. Что бы то ни было. Но Он внес в наши сердца совершенно новый дух. То есть, для человека. Возрождение нашего духа. Наш дух возродился. Потому что, когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и знаний, сказали, смертью умрешь. Умер дух общения с Богом. И мы получили новое общение с Богом. С Богом. С Богом Отца Авраама. С Богом Авраама. Не другого Бога. Не другого. Тот же самый Бог. Тот же самый Бог. Тот же самый Бог. Отец. То есть, Бог Авраама. Бог Исаака. Бог Якова. Бог Давида. Тот же самый Бог. Мы Ему поклоняемся. Тому же самому Богу. И Он преобразовывает наши сердца. Но что бы мы могли принять Его, понять. Для этого Он воплотился. Стал человеком. Чтобы Он стал доступным для нас. Чтобы мы могли понять. Он принял плоти кровь. Чтобы победить дьявола влияние греха над нами. Чтобы снять влияние этой греховной плоти. Греховных наших привычек. Наших желаний. Вот сила. Евангелия. Евангелия. Сила Иисуса Христа. Умершего и воскресшего. И вознесшегося. И пославшего Святого Духа нам. И дном грядущего. Который придет нас взять с этой земли. Вот это то влияние. Это сила. И здесь я совсем не хочу делить. Там церковь или евреи. Я считаю мы все одно. Это одно единое целое. Христос пришел. Родился среди евреев. Рос среди евреев. Он сам еврей. И он пришел к своим. В первую очередь к своим. А нам уже досталось. Уже так косвенно. Как говорится. Но я и за то благодарен Богу. И я тоже за это благодарен. А он к своим пришел. Он говорит я к своим пришел. И не важно как они там приняли. Неважно. Все это Бог знает. Он ведет каждого из них. И Бог каждого из нас ведет. Но я хочу. Пожалуйста. Два слова почитать. Пожалуйста. Захария 14 глава. И затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу, для празднования праздника Кущей. И будет. Если какое из племя земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и ни у него не будет дождя. И постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходившие праздновать праздник Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Кущей. Простые вещи. История человечества начиналась там. И там она туда же и приходит. И мы ничего против этого не можем сказать. И в прошлом году я на праздник Кущей ездил в Иерусалим. Я безмерно Богу благодарен. Мне было так приятно. Мы посетили Хеврон, могилу Авраама. Я там молился. Мне так было приятно. Мы соединимся в молитве и благословим снова Израиль. Аминь. И друзья, соединитесь с нами в этот период. Это особый период, особый год, особый юбилей. Мы помолимся. Возьмите, пожалуйста. Господи, благодарим Тебя за Израиль. Благодарим Тебя за людей, которые там живут. Благослови Иерусалим. Благослови Израиль. Благослови всех людей, которые там живут. Натиньяк, благослови. И Трампа, благослови. Все правительство, весь Кнесет. Даруй мудрости, благодати, благословения, Господи, благослови всех людей, которые там живут, и все события, которые там идут сегодня, Господи, мы просим, даруй мир Иерусалиму, даруй благословение Иерусалиму, благослови нас молиться за Израиль, за Иерусалим, и всем нам быть готовыми к тому, чтобы Ты взял нас с этой земли, потому что как только Ты нас возьмешь с этой земли, сразу будет построен храм. И все события, мировые события будут исполняться, которые записаны в Священном Писании, Господи, во имя Иисуса Христа, во имя Голгофской жертвы, во имя Авраама, Исаака, Иакова, Бога, их благослови Иерусалим, благослови Израиль, мы просим Тебя, аминь. Аминь, аминь. Николай Алексеевич, спасибо большое, спасибо, welcome any time, спасибо, друзья, что вы были с нами, Николай Бугривов был с нами в эфире, мы говорили, беседовали, мы молились, и мы благословляли вас именем Господа Иисуса Христа, будьте благословенны, всего хорошего, оставайтесь с нами на импакте. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон.